Самым главным человеком в этой всей сделке, конечно же, был Вадим Красик. Все эти 16 человек, которые были выданы России и Западу, на самом деле они бы их выдали даже за одного этого Красика. То есть настолько этот Красик был для Путина важен. Как думаешь, почему не включили в обменный список шамана Габышева, он хотя бы заколдовал Путина своим бубеном, а от Яшина нет никакой пользы? У меня больше вопросов, почему там не фигурировал, допустим, а Саид Мухаммад Жумаев, тоже признанный политическим заключенным мемориалом. Почему в этом списке не фигурировала Зарема Мусаева, допустим? Почему Абдум Мин Гаджи в этом списке не фигурировал? Он убил чеченцев, давайте мы его отдадим в обмен на чеченских политических заключенных. Видите, даже этого сделано не было. Мало того, эти герои сразу загавкали про хороших русских, если не санкции, другой оппозиции у России нет. Ну, я смотрел пресс-конференцию, я не видел там того, что вы говорите. Ну, по крайней мере, не так я это услышал. Итак, на этой неделе произошел масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада. Это крупнейший такой обмен со времен Холодной войны, и он, конечно, вызвал огромный резонанс. В самом начале я хочу сразу же поздравить всех политических заключенных, которые в результате этого обмена оказались на свободе. Я рад за вас, особенно за Олега Орлова, очень уважаемого мной человека, человека преклонного возраста. Ему 71 год, его осудили на 2,5 года тюрьмы, а в его возрасте это очень огромные сроки, и поэтому я очень сильно обрадовался, когда увидел его в этом списке обмененных, затем увидел фотографию его на свободе. Поэтому я хочу сказать, что все то, что я буду далее говорить, не относится к моему отношению. Это не характеризует моего отношения к освободившимся людям. За них я, конечно же, рад, и то, что они обрели свободу, это хорошая новость. И всем оставшимся в России политическим заключенным я, конечно же, желаю освобождения. Теперь я хочу сначала начать с... Ну, давайте с сухих фактов, наверное, начнем. Обмен произошел... Со стороны России были освобождены 16 человек, а со стороны запада, западных стран, в России были переданы 8 человек, и еще двое несовершеннолетних детей. То есть, итого получается 10. Но с этими детьми там вообще очень интересная ситуация. Я так и не нашел информации. То есть, там есть точные данные, что они были в каких-то приемных семьях, потому что их родители находились в тюрьме. И вот мне не совсем понятно, как получается, если они в приемных семьях, то есть, они уже обрели там новые семьи. Как это технически выглядело? То есть, как эти детей из их новых семей забирали, отдавали России? Это не совсем понятно. Но, наверное, это будет в дальнейшем. Кто-то эту тему расследует, нам об этом расскажет. Поэтому давайте этих двух детей, наверное, в этом списке упоминать не будем. Все-таки это 8 на 16 человек. И если исходить чисто из этих цифр, то можно было бы сказать, что сделка выгодна для Запада. Запад победил в этом обмене. Но здесь, к сожалению, наверное, эти цифры сами по себе не имеют никакого значения. То есть, для того, чтобы оценить, кто в этой сделке, в этом обмене победил, и политически, и пропагандистски, здесь не нужно вообще рассматривать эти цифры. И к этому мы подойдем чуть позже, кто в этой сделке победил. Я хочу начать со своих ощущений эмоциональных от этого обмена. Мне это напомнило публикацию «ГУЛАГу. Нет», когда они опубликовали кадры пыток в российской колонии. Когда там насиловали швабры, и в общем, все это. И когда я увидел эти кадры, я тогда подумал, ну, я же это все знал. Ничего из того, что нам показали «ГУЛАГу. Нет», не было ничего того, чего бы мы не знали. Чтобы мы думали, да нет, ну такого там, наверное, не делают. Мы все это знали. Мы понимали, что и швабры, и дубинки, и все-все-все присутствует, там, избиения и прочее. Но когда я увидел это своими глазами, это были совершенно другие ощущения. Это была прям психологическая травма. Мне было плохо от этих кадров. И вот приблизительно такое же состояние я испытал, когда узнал об обмене, в котором свободу получил Вадим Красиков. Я знал, что это произойдет. Я понимал, что Вадима Красикова отдадут, что принципиальное решение о передаче Вадима Красикова России, в принципе, уже принято немцами. Это было понятно еще, когда погиб в тюрьме Навальный. Уже тогда, хотя информация о том, что его собираются передавать, она увлековалась некоторыми СМИ и до этого, но после смерти Навального это стало уже очевидно, что само по себе решение принципиальное, что его готовы отдать, оно принято. И я понимал, что и Путин не отступит, что он добьется выдачи Красикова. То есть я вроде бы как знал, что он будет освобожден. Но когда это произошло, мне было плохо. Вот чисто эмоционально это было для меня тяжело. Потому что на свободе оказался преступник, убивший чеченца, Зелимхана Хангашвили. Из-за этого это, конечно же, еще острее для меня, так как убитым являлся чеченец. Но и в целом, что в принципе возможно в европейской стране убить человека, совершить заказное политическое убийство, сесть, быть пойманным, пройти суд, получить приговор на пожизненное заключение и затем быть освобожденным, вернуться в Россию, обниматься с президентом, получать награды. Когда я увидел это своими глазами, вот это приблизительно то же самое было, как и с этими кадрами в Лагуне. Эмоционально это было сложно. Самым главным человеком в этой всей сделке, конечно же, был Вадим Красик. Все эти 16 человек, которые были выданы России и Западу, на самом деле, они бы их выдали даже за одного этого Красика. То есть, настолько этот Красиков был для Путина важен. И поэтому, конечно же, главным лицом в этой сделке является Красиков. Что касается вообще самой сделки, кто проводил эту сделку, между кем и кем она была проведена, как бы нам не рассказывали о странах Запада и России, мы понимаем, что выгодоприобретателями этой сделки являлись Соединенные Штаты Америки и России. Остальные страны, участвовавшие в этой сделке, они были привлечены к ней Соединенными Штатами Америки. И инициаторами этой сделки были Соединенные Штаты Америки. Для них было важно вытащить вот этих нескольких американцев. Это было важно для предвыборной кампании. Сначала Байдена, то есть он это все начинал еще до того, как он снялся с предвыборной гонки. Это для предвыборной кампании это был тот самый результат, который нужно было показать, что администрация Байдена вытащила американцев, сидящих в российских тюрьмах. Когда Байден снялся с этой гонки, туда включилась Камала Харрис, и вот теперь это уже результат для предвыборной кампании Камала Харрис. Поэтому инициаторами были они, главными локомотивами в этой, ну, двигавшими переговоры по этой сделке были они. Путин, понимая, что им это очень нужно, чётко поставил задачу, если вы хотите для своей предвыборной кампании вытащить этих американцев, вам придётся отдать мне Красикова. И мне плевать, что там у вас, какой он стране, и так далее. Вот вы достанете для меня Красикова. Если вы мне не отдадите Красикова, никаких вообще переговоров, сделок, никаких выдач этих американцев вам не видать. И вот в этом смысле это очень большая политическая и пропагандистская победа Путина. Да, американцы тоже получили то, что они хотели. То есть, они получили вот этот результат, мы вытащили своих граждан. Для предвыборной кампании Камал и Харрис они, конечно, это будут использовать. Но какой ценой они это сделали? Это не тот результат, которого бы они хотели. Они отдали убийцу, осужденного на пожизненный срок. И об этом знают американцы, об этом знают республиканцы, об этом знает Трамп. Поэтому он уже сегодня об этом говорит. Он уже бьет по Камале тем фактом, что какой ценой вы этого достигли, что за прецедент вы создали. То есть, это для Америки в этом вопросе есть и потери. Да, они вытащили, в конечном итоге они добили своего результата, но не той цены, которой бы им хотелось. То есть, там есть место для критики. А вот Путин добился своего результата вообще без каких-либо потерь. Он сделал то, чего он хотел. И там ситуация, когда у него просто win-win. У него нет ни одного пункта в этой теме, по которой бы он проиграл. И даже вы не услышите со стороны каких-нибудь российских или иных экспертов, что там его кто-то по поводу этой сделки будет критиковать. За исключением отбитых каких-нибудь российских нацистов типа русичей и прочие. Но это даже не учитывается. Потому что все понимают, что Путин добился своего, он вытащил преступника, убийцу наемного. Он его сначала послал для убийства, а потом он его обратно вытащил. Вы представляете, какой это для него пропагандистский эффект? И это настолько опасный прецедент. Теперь мало того, что Путин, во-первых, смотрите, он добился того, что вот вся его политика, пропаганда того, что нет никаких западных стран, нет никакой там Украины, нет ни Германии, ничего. Есть Соединенные Штаты Америки. Остальные все это их марионетки. Вот этот тезис, он подтвержден. Потому что когда американцы решили, что Красикову нужно отдать, далее немцы просто выполнили эту волю американцев, но для того, чтобы совсем в грязь лицом там не ударить, для этого очень быстро был придуман этот Кригер, очень быстро был придуман приговор, смертный приговор в Беларуси. То есть для того, чтобы просто какое-то объяснение этому обмену для Германии дать. Именно поэтому туда были включены как можно такие одиозные политически заключенные люди со своими именами, там говорящие, имеющие аудиторию, чтобы просто, чтобы они могли чем-то аргументировать. Но мы ведь с вами понимаем, что решение о выдаче Красикова принимали не немцы. Да, в том плане, что они, конечно, согласились, но это была вынужденная мера. То есть дальнейшие вот эти вот все технические моменты, они просто подгонялись для того, чтобы они могли своим гражданам Германии что-то, что-то предъявить, сказать, ну смотрите, мы ведь вот Кригера вытащили, а у него там был смертный приговор, его бы расстреляли. А вот мы ведь еще политических заключенных вытащили, это ведь гуманно, для этого было это сделано. Первая, первая победа Путина, то, что он свои тезисы по сути обосновал, доказал для своей аудитории и не только для своей, не только для россиян, а вообще для мира. Теперь этим можно пользоваться. Второе, он создал очень опасный прецедент в Германии, в европейской, вообще в мире, очень опасный прецедент, потому что попрана основополагающая база правового государства, что наказание неотвратимо. человек осужденный, получивший приговор, он вопреки всем действующим правилам, нормам просто выдается, то есть он ответственность никакую не несет, в конечном итоге, понимаете, это суд, который принял решение, приговорил его, этот суд становится, делается никчемным в результате вот этого действия. Поэтому прокуратура Германии сейчас протестует, поэтому у них, ну протестует не в плане каких-то там акций, а там царит разочарование, потому что огромный аппарат над этим трудился, там было следствие, потом был суд, это затраченные деньги, ресурсы, и в конечном итоге получается, что человек, который должен был понести заслуженное наказание, получил приговор, он в итоге просто выходит из тюрьмы и получает почести, нет сомнения в том, что он получит Героя России в Российской Федерации, в этом нет никаких сомнений, то есть вы понимаете, что произошло, вот это вот, эта база, она попрана, и теперь, ну невозможно будет сказать ни Путину, ни кому-кому-нибудь там другому съехавшему с катушек диктатору, когда он скажет, отдайте мне убийцу, отдайте мне насильника, педофила, кого угодно, теперь неважно уже, какого бы мерзкого, страшного преступника не запросил съехавший с катушек диктатор, теперь ему нельзя будет сказать, это невозможно, это невозможно, потому что у нас нет правовой базы для подобного, теперь мы не сможем это сказать, ну не мы, а эти страны, потому что Путин теперь знает, что это возможно, и весь мир теперь знает, что это возможно, возможно, вопреки всем правовым процессам, отдать человека, чтобы вы понимали, о чем я говорю, в Германии не существует законного механизма, чтобы этого человека выдать, то есть они, то, что они сделали, это просто политическое решение политического руководства Германии, это не юридический, не правовой механизм, то есть он не прошел какого-то, то есть не было решения о помиловании, допустим, как скажем в России, там у них-то есть какая-то правовая база под это, у Беларуси, у них есть возможность у президента помиловать этого человека, он попросил о помиловании, этот его помиловал и так далее. А здесь этого нет, его не могли. Механически, в соответствии с законами Германии, этого человека выдать не могли, он не мог оказаться на свободе. И вот это все было попрано, и человек оказался на свободе. И теперь нельзя, ссылаясь на отсутствие каких-то законов, правовых механизмов, нельзя будет сказать, этого человека мы вам отдавать не можем, вы о чем говорите. Мы не можем вообще с вами вести переговоры. То есть, этот человек не может быть предметом наших переговоров. Теперь этого никто сказать не сможет. Потому что говорить так нужно было про Красикова. Красиков не мог вообще фигурировать в этом списке на обмен. Он преступник, осужденный на пожизненное заключение. Он должен был отбыть какую-то часть срока, после этого он только мог иметь право на помилование, там, условно, досрочное освобождение. Для этого он на 20, по-моему, 5 лет должен был осидеть. То есть, ничего из этого сделано не было. И теперь этим будут пользоваться. Теперь будут постоянно тыкать, когда будет говорить, мы не можем, у нас нет законов. Так подождите, ребята, у вас тогда тоже не было, но вы этого человека отдали. Вот это второй очень опасный прецедент и вторая победа Путина. И третье. В пропагандистском смысле, теперь следующие потенциальные киллеры, которых будет засылать Российская Федерация в европейские и иные страны, теперь они будут понимать, что их не оставят. Даже если они попадутся, даже если их осудят, они получат пожизненные сроки, теперь они знают, что Путин их вытащит. Ведь он вытащил Красикова. И для него это настолько сильная победа, вот это для него самая основная вообще победа, что он показал своим коллегам бывшим и нынешним и показал россиянам, я вас не оставлю. Вот вы, что бы вы ни сделали, если вы по приказу вашего государства, в интересах вашего государства где-то совершите преступление, чего бы мне это ни стоило, я вас вытащу. Это настолько укрепило его авторитет сейчас, особенно в глазах спецслужб. Это его такая главная победа, и это очень серьезное поражение западных стран в этой теме. Ну и четвертое, тоже немаловажное, тоже пропагандистская победа Путина. Теперь этот мир столкнулся с новой реальностью, когда Путин может просто пополнять свой фонд, обменный фонд, не только гражданами иностранных государств, но еще и собственными гражданами, политическими заключенными. То есть ему показали, что в принципе с ним могут вести переговоры о выдаче даже преступников на людей, которых он просто будет в каком-то рандомном, случайном порядке, он их будет арестовывать, сажать в тюрьму, то есть пополнять будет этот свой обменный фонд, и с ним готовы вести переговоры о том, чтобы этих людей обменивать. И я считаю, что вообще нужно, конечно, своих граждан нужно вытаскивать, даже если Путин их наглую как-то арестовал, и политических заключенных нужно вытаскивать, это гуманно, то есть я не выступаю против этого, но видите, цена, какова цена этого? Если мы показываем ему, что мы готовы даже преступников, засланных им, отдавать таким образом, то мы его побуждаем к тому, чтобы он совершал эти преступления, чтобы он пополнял свой фонд, то есть мы сами создаем для него интерес в том, чтобы он продолжал это делать. И вот это вот четвертая такая победа и очень опасный прецедент в результате произошедшего. Поэтому в целом я, конечно, я рад тому, что люди оказались на свободе, обрели эту свободу, но я осуждаю то, что Вадим Красиков получил свободу. Я осуждаю передачу Вадима Красикова. Я осуждаю сам факт того, что стало возможным обсуждение на переговорах выдачи Вадима Красикова России. Я убежден в том, что ни в коем случае этот человек не мог регулировать. Как только вот эта тема России была поднята, их нужно было сразу же поставить перед фактом, что Германия не готова вообще обсуждать выдачу Вадима Красикова. Что радует? Радует то, что в Германии, и в частности в этом мире, многие люди разделяют со мной эту точку зрения. Радует то, что это стало предметом дискуссий. И то, что действующее политическое руководство Германии вынуждено сегодня дискутировать на эти темы, оправдываться. И для них это, конечно, не... Они не смогут это выдать за победу, уже не смогли. Они не смогут скормить своих граждан тем, что это какой-то успех переговорный, дипломатическая победа. В Германии граждане прекрасно понимают, что это поражение. И сами власти немецкие тоже понимают, что это очень серьезное поражение, которое, прежде всего, потерпела их страна. И я надеюсь, что из этого все-таки будут сделаны выводы, и что политический руководство Германии понесет ответственность за то, что они сделали. Так, как думаешь, почему не включили в обменный список шамана Габышева, он хотя бы заколковал Путина своим бубеном, а от Яшина нет никакой пользы? Ну, смотрите, почему там тот или иной человек не оказался в списке этого, ну, я не знаю, вряд ли мы с вами это узнаем. Чем они там руководствовались, были ли там какие-то прям бои за каждого из этого списка, я не знаю. И там же и американские граждане остались в российских тюрьмах, и немецкие граждане еще остались в тюрьмах, и политические заключенные там остались в тюрьмах. Мы понимаем, что это значит, Путин теперь будет дальше эти людей использовать. Это как бы первая такая сделка, но сделки будут еще. Просто инициаторами этих сделок, скорее всего, будут, как всегда, западные страны, но вряд ли Путин. Хотя, не исключено, что Путин где-то тоже может захотеть. Мы не знаем, может быть, где-то этот шаман там не фигурировал, потом его оттуда исключили. Вполне такое возможно. А может, и вообще, в принципе, он не фигурировал. В общем, у меня нет ответа на этот вопрос. Там у меня больше вопросов, почему там не фигурировал, допустим, Саид Мухаммад Джумаев, тоже признанный политическим заключенным мемориалом. Это молодой парень, чеченец, который на митинге в поддержку Навального от Мудохова, этого ОМОНовца. Почему в этом списке не фигурировала Зарема Мусаева, допустим? Почему, я думаю, Мин Гаджиев в этом списке не фигурировал? Чисто с этической точки зрения, мне кажется, когда немецкие чиновники принимали решение, что они будут отдавать Красикова, мне кажется, чисто этически, они, было бы правильнее с их стороны, если бы они включили бы, потребовали бы даже. Окей, раз вы не оставляете нам выхода, мы вынуждены настолько, по сути, лицом в грязь ударить, отдать преступника, то хотя бы давайте, он убил чеченцев, давайте мы его отдадим в обмен на чеченских политических заключенных. Но видите, даже этого сделано не было. Мало того, эти герои сразу загавкали про хороших русских, санкции и другая позиция у России нет. Ну, я смотрел пресс-конференцию, я не видел там того, что вы говорите. Ну, по крайней мере, не так я это услышал. Собственно говоря, они так и не говорили. То, что они высказали свое мнение, что санкции против российского государства, российского руководства, российских олигархов, чиновников, и санкции против всех россиян, это не одно и то же, и что в этом вопросе нужно быть избирательным, не всех там под одну ребенку. В этом, это не сегодня озвученная мысль. И в этом есть, как бы, смысл. И за это критиковать россиянина, что он указывает на то, что не все россияне должны попадать под санкции, а санкции должны быть более точечными, они должны там быть действенными и так далее. И за это критиковать, я думаю, не совсем верно. Но это тоже вопрос дискуссионный, я в любом случае адвокатам выступать не собираюсь. Это, в принципе, я думаю, они сами хорошо выступят для себя адвокатами. Единственное, я хочу все-таки напомнить, чисто из справедливости, что автором многочисленных санкций, вообще автором многих санкций в списке Магницкого является Карамурза. То есть Карамурзу упрекнуть в том, что он там что-то не хочет санкций и так далее. Но Карамурза один из тех людей, кто разрабатывал этот список. То есть он, из-за чего его, по сути, и посадили. И поэтому там из-за санкций, что-то по поводу санкций предъявлять Карамурзе, это, мне кажется, крайне несправедливо. Субтитры подогнал «Симон»